Центральный музей ВВС в Мунино готовит ко Дню Защитника Отечества новую экспозицию. Она будет посвящена юбилейной 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В выставочном ангаре размером почти в 3000 квадратных метров будет размещена различная бомбардировочная авиация от фронтового Ту-2 до легендарного пикирующего Пе-2. Всего 10 самолетов. Причем 7 из них являются в России памятниками науки и техники. Есть здесь также и другие экспонаты, самолеты, которые были поставлены в СССР из США, по ленд-лизу и принимавшие участие в боевых действиях в 1941-45 годах. Например, среди них истребитель Р-63 Кинг-Кобра. В экспозиции также размещены учебно-тренировочный самолет УТ-2, натурные образцы авиационных двигателей, авиационного вооружения и средств поражения. А еще посетители увидят тематика экспозиционный комплекс, который располагается возле военно-транспортного самолета Ли-2. Это партизанский полевой аэродром. Центром этой экспозиции будет партизанская поляна, на которую прилетает самолет Ли-2. И на этой партизанской поляне погружают раненых, кормят летчиков. И происходит обеспечение партизан оружием, боеприпасами и другими видами вооружения. Это будет центром. Также здесь будут представлены реалитеты нашего музея. Это Б-25, А-20. Подготовка новой экспозиции Центрального музея ВВС находится в стадии завершения. Сотрудники рядом с самолетом на зеленой поляне размещают восковые фигуры, одетые в том числе и в одежду партизан. Я хочу сказать еще о том, что обращаемся мы к жителям и Щелково, к жителям и даже Подмосковья, можно сказать, всего, чтобы нам как-то нашему музею помогали. Особенно, если есть у кого-то реалитеты, есть, что можно подарить музее, то, пожалуйста, приходите, дарите. Мы будем очень рады. Для работников музея открытие новой экспозиции – очень значимое событие, но еще большая радость – возможность показать всем самолеты и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.